В Республике Молдова по официальным данным 12 тысяч потребителей наркотиков. Но на самом деле их число может достигать и 100 тысяч. Я готов был обмануть, украсть, лишь бы все это закончилось. Как и почему люди начинают употреблять наркотики. И я стал торговать наркотиками. Пока в скором времени снова не попал в тюрьму. Когда и как человек начинает осознавать последствия. Понимал или если я буду так продолжать, я очтюсь. В лучшем случае это в тюрьме, а в худшем это в ноге. Как удается разрушить не только свою жизнь, но и жизнь близких. Первое время мы думали, что он исправится, он исправится, а потом просто потеряли надежду. Почему так сложно отказаться от наркотиков? Важно понимать, что как только наркотик проникает в жизнь человека, он для человека становится богом, высшей силой, его единственным повелителем. Что может стать стимулом для борьбы? Неужели я всю жизнь так просижу в тюрьме и буду употреблять наркотики? Я решил попробовать что-то изменить в своей жизни. Здесь старая почта, вообще-то такой район очень считался раньше наркоманским. Вот прямо здесь, здесь что сейчас у нас? О, здесь крест. А здесь раньше был такой пятачок. И вот здесь собирались, короче, толпами целыми, вот по 15 человек, вот, потому что давали, там где-то был дом чуть ниже, где продавали наркотики. Были оборудованы такие дворики здесь на старой почте, и специально там есть веранда, может быть, где-то, где ты можешь прийти, сесть, там мусорки, короче, стоят, чтобы ты мог там уколоться, выкинуть все в мусорку, аккуратненько, и выйти себе спокойно. Нам прямо, все прямо, прямо. Александр Бьяк в прошлом потребитель наркотиков. Ему 37 лет, 15 из них он провел за решеткой. После серьезной реабилитационной программы ему удалось преодолеть зависимость. Ты здесь столько уже стало. еще бы найти его. Идемте туда, может быть, там подальше. Вот он, мой знакомый, приятель, который проходил с нами программу реабилитации, но, к сожалению, Женя не закончил реабилитацию, он решил, что это не для него. Он освободился, пошел опять по старой дороге, вот его нашли мертвым на стройке. Молодой парень, 34 года. Это очень такая, это очень печальная история. И таких историй большое множество. Друзей, у меня знакомых, друзей, которые ушли из жизни из-за наркоты, очень много. Очень много ушли от передоза. И это большая проблема. В детстве Александр дружил с ребятами постарше него. Мальчику хотелось быть похожим на них, хотелось казаться своим. Это были 90-е годы, наркотики стали модным увлечением, и когда они появились в кругу старших друзей, Александр не избежал соблазна. Первый раз попробовал травку в 11-е. Вот так курил, мне это нравилось, там, мы курили. Пока мы не узнали, что есть наркотики потяжелее травки, получше, и мы решили попробовать первый раз инъекционные наркотики. Попробовали уколоться. Мне тогда было 13 лет. наркотик создает у человека ложное ощущение абсолютного контроля над жизнью. Ему кажется, что он лучший, что он всесилен, а в жизни нет проблем, и это чувство невозможно ничем подменить. я становился смелее. Я становился способный на такие, на какие-то определенные вещи, на что был не способен, трезвым. я чувствовал себя уверенно с девушками. Я, ну, такой, это такой определенный, наверное, определенные комплексы какие-то свои, короче, не замечал. Пропадал страх. Восемнадцать лет Александр оказался в тюрьме. Осудили его за кражу. Я воровал по карману в троллейбусах и был пойман за руку. Меня поймали за руку, потому что такое большое желание, ну, когда тебе плохо и тебе нужны наркотики, то есть ты идешь на все, чтобы откуда-то взять деньги. И я в восемнадцать лет получил свой первый срок пять с половиной лет. Что самое интересное, что я даже в тюрьме не избавился от желания употреблять наркотики. Едва оказавшись на свободе, он снова попал за решетку и вновь из-за наркотиков и так повторялось пять раз. Последний тюремный срок трагическое событие заставило его переосмыслить жизнь. У меня ушла из жизни мама, когда я сидел. И получалось так, что самые трудные моменты, когда я нужен был своей матери, самые тяжелые моменты, когда она лежала в больнице, мне никогда не оказывалось рядом. Я все время сидел в тюрьме. Это очень меня цепляло за душу, цепляло вообще за сердце. Я очень чувствовал какую-то свою вину перед матерью, потому что мать хотела всегда видеть меня другим человеком, нормальным человеком, измененным, неупотребляющим наркотики, хорошим, достойным отцом и образцовым мужем. И меня это зацепило. Неужели я всю жизнь так просижу в тюрьме и буду употреблять наркотики? Ну... Тогда же в девятой колонии в Прункуле появилось первое терапевтическое сообщество для потребителей наркотиков. Александр стал первым выпускником этой реабилитационной программы. На свободе его жизнь круто изменилась. Я уже два раза освобождался с этого пенитенциара. Вроде как бы все время мечтал от этого места избавиться, а на работу устроился тоже сюда. Такой небольшой парадокс. Теперь Александр помогает другим преодолеть наркозависимость. В тюрьме он убеждает заключенных не упустить шанс на реабилитацию и поддерживает терапевтическое сообщество, частью которого он был сам. Здесь у нас живут два человека, самая маленькая комната. обычно живет лидер сообщества. Когда-то я здесь тоже жил. Так все уютненько. Всегда чистота, порядок. окна. День добрый всем. Ты знаешь, когда я начал работать, когда я начал новую такую жизнь, совсем новую для себя. Когда я начал работать, когда я начал приезжать в тюрьму, когда у меня такое закружилось в жизни, чего я в жизни не ожидал. Мне казалось, что я реально как будто наслаждался именно, понимал, что ты все-таки в этом мире реально есть что-то хорошее. Есть и любовь, есть и все. Программа реабилитации людей с наркотической зависимостью рассчитана на год. Такой проект осуществлен впервые на постсоветском пространстве, говорит его инициатор Руслан Поверга. Нам удается там, грубо говоря, менять мозги людям. То есть люди вместо того, чтобы крутить четки, плевать на бордюры, они как бы с утра до вечера заняты работой над собой. В сообществе строгий распорядок дня. Занятия спортом, групповые и индивидуальные занятия, работа в мастерских, участники вместе готовят еду и даже занимаются небольшим бизнесом. Давайте расскажу вам покоженным изделиям у нас, которые здесь проходят в рамках реабилитации для ребят, чтобы у них была занятость, чтобы они себе приобретали какие-то новые навыки, способности, способности усидчивости, способности кропотливой работы. Изделия очень качественные. Ребята смотрят ролики такие по изделиям, как что делать, что покрасивее, стараются, очень получается. Цель программы реабилитации подготовить заключенных к жизни после освобождения. Например, перепелинная мини-ферма помогает им развить предпринимательские навыки. И благодаря этому члены сообщества ежемесячно получают зарплату. Самое главное, чтобы у перепелок была все время вода и корм чтобы все время был, для того, чтобы они неслись каждый день. Ну, вот вчера был рекорд, у нас 585 яиц. Олег Шабалин употреблял наркотики около 10 лет, чтобы заработать на дозу занимался и продажей наркотиков. В тюрьму он сел на 8 лет. Здесь у него появилась возможность присоединиться к терапевтическому сообществу. Если бы сюда не попал, я бы навряд ли смог бы сам бросить наркотики. Здесь как бы работаешь над собой, какой-то личностный рост. Ну, и плюс ко всему получилось отказаться полностью от наркотиков, потому что пока был на воле, я себе не представлял жизнь свою без наркотиков и что это вообще возможно. Важно понимать, что зависимость это на всю жизнь. Болезнь переходит в стадию ремиссии, но требует пожизненного контроля. Если человек участвовал в программе реабилитации, делал все необходимое, закончил ее, старался и выполнял рекомендации специалистов, вероятность того, что он проведет в трезвости всю жизнь от 30 до 70 процентов. Удержаться в трезвости нелегко. На данный момент я два с половиной года, два года и семь месяцев нахожусь в трезвости. Это нелегко реально. Для меня это было что-то новое. Для меня это было реально сложно. Я никогда так не жил. Я по-другому отдыхать не умел. Для меня отдохнуть это означало там не знаю напиться обкуриться или обколотиться. Ого! Все ровненько, да? Привет, ребята! Кого не видели. Кого не видели. Где мы познакомились, ребята? С тобой в тюрьме. Мы все познакомились в тюрьме на реабилитацию с кем-то на реабилитации. Кого-то знал я раньше. Лешу знал раньше. С Лешей сидел еще первым сроком. А так мы все вместе проходили реабилитацию в тюрьме. И вот сейчас потихоньку все освобождаются. И мы держимся все вместе. Другому помогаем. Мы все друзья. Мы все увидимся. То есть в старый круг общения не возвращаемся. А вот формируем свой круг и общаемся. Для нас безопасно. То есть такое общение. Квартиру, в которой живут бывшие заключенные, предоставил предприниматель Владимир Гаец. Он тоже в прошлом потребитель наркотиков. Это временное прибежище для тех, кто решился начать новую жизнь. Первые три месяца человек там может жить, не платя даже за квартплату. Но есть условия, он должен найти работу, устроиться. То есть это как такой подъем, чтобы человек не думал, где ему жить, где ему спать, чтобы он мог сфокусироваться на каком-то обучении профессиональном, если его нет, чтобы у него была крыша под головой и дать ему какой-то старт. Владимир употреблял наркотики 10 лет. И из-за них он тоже оказался в тюрьме. Сейчас он управляет компанией, в штате которой 50 сотрудников. И большинство из них бывшие заключенные, бывшие потребители наркотиков. Конечно, не каждый бизнес сейчас готов брать людей, вкладывать в них свое время, ресурсы. В основном бизнес ищет специалистов. И в этом наше, думаю, развитие, что мы берем людей, которые не умеют ничего делать, обучаем, вкладываем в них. Я думаю, что у каждого человека есть шанс на изменения и он должен быть. Нам нужно научиться смотреть на людей именно так. Костян, а вот такой вопрос. Как тебе вообще сейчас новая жизнь вот такая в трезвости? Восприятие мое внутреннее, наркотики они это приглушали. Я не жил таким образом вот в такой атмосфере с трезвыми мозгами, которые у меня сейчас есть. Принимать эту трезвость это очень красиво и очень приятно. Константину 37 лет. 23 из них он употреблял наркотики и они же стали причиной его восьмилетнего заключения. Я понимал что надо что-то делать, что сын растет, и надо быть отцом, приличным и разумным, как говорится. Я звонил родным, близким, они отказывались мне разговаривать, кричали на меня, ты уже достал как бы скока можно с тобой, как бы неанчится, ты уже взрослый, как бы бери на себя ответственность и делай что-то. Чем сильнее они страдают, тем больше шансов, что они обратятся за помощью. Решение такое они принимают, когда драматичные последствия перевешивают расслабляющие и компенсирующие эффекты наркотических препаратов. Спустя какое-то время наркотики превращают тебя в раба. Ты работаешь только ради них. Начинаешь врать, воровать, делать что угодно. И прежде всего создаешь проблемы своей семье, если она есть. В моей жизни наркотики стали источником множества проблем. Я потерял маму, был дважды женат, в последнем браке у нас был ребенок, родился и через пару месяцев умер. Я очень многое потерял. Думаю, что главная причина всего этого наркотики. Ни желание родственников, ни давление полиции. Никто абсолютно не может развить внутреннюю мотивацию потребителя до тех пор, пока он этого не захочет. Но родственники, какие-либо структуры и общество могут сформировать контекст, в котором потребитель сможет скорее принять такие решения. Республиканский наркологический диспансер государственное учреждение, занимающееся лечением потребителей наркотиков. Помимо психологической помощи здесь проводят процедуры по детоксикации и метадоновую терапию. Препарат метадон помогает преодолеть зависимость от тяжелых наркотиков. В Республиканском наркологическом диспансере действует только один реабилитационный центр, и он есть только в Кишиневе. К нам на реабилитацию приезжают и из районов. Ежегодно в этом центре проходит лечение около 250 человек, и это крайне мало. По словам специалистов, даже при наличии нескольких частных центров лечения наркозависимости, жизненно важным остается активное участие государства в борьбе с этим недугом. Прежде всего, необходимо как можно больше эффективных программ реабилитации, и эти реабилитационные программы должны осуществляться не силами общественных организаций и за счет средств, которые им удается найти, а за счет государства, и только так можно будет обеспечить устойчивость этих программ. Кроме того, должны быть программы, ориентированные на разные категории. Сейчас у нас появилось много детей, которые употребляют наркотики, и они не могут быть интегрированы в программу реабилитации для взрослых. Поэтому им нужны отдельные реабилитационные центры. У нас есть женщины с детьми, которым негде оставить детей и пойти на реабилитацию. Поэтому нам нужны центры для матерей с детьми. Это просто воронка, которая требует постоянно внимания и, как следствие, ресурсов. Но пока государство не понимает, что окей, если люди готовы сегодня разобраться со своей зависимостью, то есть это первостепенная причина всех дальнейших проблем, то нужно создать условия, нужно инвестировать в это. Иначе этот случай, назовем его так, он потом создаст намного больше и более дорогие проблемы для семьи, для страны. Елена сестра Александра, она живет с семьей в пригороде столицы. Она была очевидцем его драматической истории и очень удивилась переменам, которые с ним происходят. С тех пор, как Александр изменил свою жизнь, они очень сблизились. Сильно изменилось. Мы даже не ожидали. Вот мы с папой нам рассказывал про себя, про организацию, где он работает, но мы не ожидали, что он будет таким. У него поменялась манера речи, поменялось отношение ко всем. Более спокойный стал, более покладистый. Очень сильно изменился он. А мы сегодня смотрели с Анжелой одну квартиру. очень короче, знаешь, какая фишка, что исходя из того, что своей квартиры нет, то это очень короче, пока на первое время очень нормальный вариант квартиру, купить. Вот посмотри, однокомнатная такая, короче, типа. Это не новострой? Нет, это в центре девятиэтажка. Смотри дальше фотографии. Кухня уже есть. Кухня маленькая, но. Да, я вижу. Кухня тоже не выходит, окно видно. Нет, нет, нет. Это такая типа малосемейка. Теперь Александр строит планы на будущее. Сейчас он учится в 10-м классе вечерней школы. Мечтает сдать бакалавриат и поступить в университет. на факультет психологии, чтобы помогать другим. Я доволен на сегодняшний день своей жизнью. Заявлять сейчас, что я чемпион, что я вот все там я просто нельзя. Нельзя, потому что риск есть всегда. я держусь, конечно, не собираюсь употреблять, держусь и надеюсь и уверен, что не буду употреблять. я вначале ставлю себе на 5 лет. После 5 лет заключу с Богом контракт еще на 5 лет, чтобы он мне помог в такой договоренности определенной. Как-то так. . Субтитры